Но вы тогда спрашиваете Итак, вот получается так, что нам с вами, когда мы начинаем живописью заниматься Очень важно и полезно делать такие маленькие упражнения Небольшие упражнения на взятие основных соотношений Потому что проблема в чем? Что мы в принципе готовы работать, готовы что-то делать, прорабатывать Но у нас получается часто затык в самом начале Потому что мы изначально не заточены дольше быть на первом этапе Дольше быть на первом этапе, когда мы самые основные соотношения призваны брать Это один момент Второй момент у нас заключается в том, что мы, как правило, первое время не работаем с палитрой Не работаем с палитрой, но почему? Потому что у нас нет такой привычки И вот надо себя всячески сподвигнуть на вот две вот этих вещи В самом начале нашего обладевания живописи На то, что мы ставим задачки как можно попроще Буквально вот один предмет максимум Потому что нам обычно сразу хочется больше и сложнее И поэтому мы, соответственно, не можем справиться И в то же время то, что мы с палитрой очень активно работаем Очень важно в самом начале работы сделать такой замес большой Потому что у нас, к сожалению, привычка первое время мешать, знаете, на каких-то таких маленьких пятачочках Вот брать два каких-то цвета, их перемешивать Вот Потом другие какие-то два цвета тоже на каком-то пятачочке делать И потом вот их брать на работу, тыкать И с удивлением констатировать, что вот не подходит Да, а как же я же перемешал вот эти два цвета Что же мне теперь делать И потом обычно человек берет снова эти два цвета Уже на другом пятачочке Опять их перемешивает Тщательно вымешивал Но поскольку он мешает на маленьком пятачке То он вот диапазон Он его не видит Диапазон Поэтому надо стараться мешать широко И очень хорошо, если мы даже для небольших работ Берем кисть побольше Не нужно бояться, что вам придется ее потом мыть Вот То, что мы берем кисть побольше Вот Ну вот предположим, что вы планируете идти вот какого-то вот такого размера В этом случае вы видите, как быстро и много можно укрыть Это очень хороший момент В то же время Нужно стараться сразу же широко раскрыть Как раз благодаря тому, что кисточка большая, можно это сделать При этом При этом Тут такой есть момент важный, что Даже если мы не попали в цвет Ничего страшного, как правило, это лучше, чем белая картонка Вот То есть В любом случае, вам надо вначале Как бы попытаться постепенно начать приближаться К свету Какому-то А вот в тон желательно с самого начала начать попадать Вот каким образом То есть надо осознать, что на самом деле реально светлого Очень немного у нас Реально светлого у нас очень немного И, соответственно, белая картонка Она, или белая бумага Она не дает нам возможность адекватно оценить То, насколько темно надо брать Поэтому с самого начала нужно создать такое вот Не белое пространство Причем Лучше всего начинать с каких-то крупных Кусков Крупных кусков больших То есть, когда мы одним действием можем, ну, фактически задать вот Задать среду Поэтому, если у нас предмет меньше, то лучше начинать с фона Просто потому, что фон больше по площади Вот Очень важно нам Вначале стараться тональные отношения передать При этом Получается так, что у нас с вами есть как цвета, так и тени Вот, что касается теней, то лучше ее взять серее и грязнее Нежели ловиться на то, что А вот, а как же, она же Ну, я же знаю, что она золотистая, да Вот я ее крашу желтая Почему же она не смотрится, как вот Тень этого яблока в тени, да Что же мне делать, да Неужели мне нужно загрязнить свои цвета Вот И, соответственно, вот Крупно нужно разложить вначале Основные пятна Это как бы первый этап И дальше нам с вами нужно Эти же основные пятна Заново перераскладывать Этот момент тоже очень важный То есть, фактически, вот Все наши этюды начальные Они могут просто вот на этом этапе Дальше этого этапа никуда не идти Вот А на этом этапе просто Чуть подольше повозюкаться Чуть подольше побыть Вот Соответственно, что нам важно Да, вот мы в самом начале Стараемся задать соотношение Темного и светлого И Мы их же Их же Продолжаем задавать То есть, не нужно двигаться В какую-то более проработанную сторону За исключением ситуации Когда вам это по каким-то странным причинам надо Ну, допустим, там, не знаю Делаете на заказ Сроки горят Там, не важно что И так далее Если это не так, если это более-менее учебная работа То чем дольше вы на этой стадии будете находиться Где вы можете Совершенно спокойно себе позволить Мазать и перемазывать Попадая, не попадая Оставаясь вот на стадии Вот это уточнение этого этапа Вот, но при этом Видите, большая кисточка Она позволяет нам широко крыть Сразу, что Как бы нам полезно Вот И Поэтому В общем-то Можно довольно долго Ею Как бы пользоваться Если кисточка поменьше То, соответственно Нужно брать тогда Просто этюды делать поменьше И ничего плохого в том Что этюды маленькие В этом нет Вот Очень важный момент Нам надо Постепенно Стараться Все места Пробовать То есть Не стараться Вот попасть Сразу в какое-то место Потому что Попасть мы можем Только В соотношение Разных мест Друг по отношению К другу Вот А поскольку Все остальные места Тоже еще не попадают То нет Того По отношению К чему я могу попасть Соответственно Я могу Последовательно Постепенно Их все Приближать К более верному решению Вот При этом Основной плюс масла Он заключается в том Что Мы можем себе позволить Очень сложные смеси Очень сложные смеси При этом Если они слегка Недомешаны То они Продолжают Как бы так Ну как Переливаться Немножечко Работать И это хорошо Потому что За счет этого Возникает такая игра 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 Желописная Которая нам Желательна Вот Сейчас Момент такой Что Еще немножко Мы большой кистью Можем Что-то делать А дальше Нам ее Надо будет Сменять на меньшую Вот Соответственно Сейчас мы Что должны На этом этапе Мы должны Заново Опять же Перезамешать Все объекты Перезамешать Все объекты Вот В первую очередь Стараясь попасть По тону То есть Даже если Вы не попадете В цвет Но попадете В тон И у вас Будет игра То это будет Очень хорошо То есть Заведомо Вещь будет Живописной Вот Если вы Попадете В цвет Но не попадете В тон То вы В цвет Все равно Не попадете Потому что Цвет Он без тона Быть не может Поэтому Желательно Стараться В первую очередь Тональные Отношения Взять И чтобы Какое-то там Какое-то Богатство Оттенков Оно обязательно Присутствовало Это очень Очень важно Вот А вот дальше Уже Наступает Момент Когда мы Должны Кисточку Убрать Немножко Поменьше С вами Вот И соответственно Чем мы Занимаемся Мы занимаемся Тем же самым Мы продолжаем Мешать Продолжаем Замешивать И продолжаем Пробовать При этом Хорошо Хорош Такой алгоритм Когда мы Подзамешали Положили Пару мазков И уже Дальше Этот цвет Не используем А замешиваем Подмешиваем Новый Чтобы Постоянно Какое-то Подмешивание Происходило В этом случае У нас Соответственно Эта самая Живописность Она будет Происходить Вот На Относительно Яркости То есть Тут Получается Вот Какие Моменты Нам Нам Хорошо Бы Не терять Яркость Но в то же время Надо понимать Что если тебе Какой-то цвет Представляется Достаточно Чистым То Вот это Эстетическое Впечатление Это замечательно Но ты не можешь Не должен Его Скажем так Наивно Принимать За такой чистый То есть На самом деле Он сложнее И поэтому Очень хорошо Вначале Дать Какую-то Сложную Гармонь Такой Сложный Замес А потом Туда чистые Оттенки Немножечко Добавить И если Оттенки Окружающие Их Они будут Замешанные Сложные То даже Если ты чистый Цвет Туда положишь Будет казаться Что он тоже Замешанный Просто Ну просто Удалось Замешать Пакьяр Допустим Вот Соответственно Что касается Разных цветов Вот мы Либо Еще раз Базите Мы Либо Держим Несколько Кистей Да То есть Если вы В состоянии Помнить О том Что у вас Одна кисть Допустим Там для теплых Светлых Другая Там для Темных Там и так далее Это очень удобно Но это вот Как Уже как Человек сам устроен Потому что Обычно У многих людей Через 15 минут Допустим Там 3 красных Кисточки Просто Остается Вот И Поэтому Чаще всего Все-таки Приходится Кисточки мыть И поэтому Если кардинально Другой какой-то Цвет То Ее надо Отмывать Так получше Чтоб она Не мешала Вот Мазки мы Кладем так Как будто Мы Как будто Мы вытираем Кисточку Обработку По сути Мы этим И занимаемся Если щетина То по положости Потому что Иногда люди Знаете как Начинают писать Потом говорят Она у меня Соскребает Обратно То что я Уже положил Как же так Что же мне делать А на самом деле Надо более полого Как будто Ты шпаклюешь Мы же шпатерем Тоже Мы можем Содрать шпаклевку А можем Ее наложить Поэтому При этом Хорошо Если Густо Плотно Но не Супер толсто Потому что Если супер толсто Ну Тут вопрос В конце концов Можно конечно Соскоблить мастихином Но Если например Ты планируешь Несколько сеансов То Писать сверху Не сможешь Вот А кроме того Ну может просто мешать Если она у тебя Не до конца попадает Вот Поэтому вот Степень толстости Это вопрос Так А можно Не белил Вот там Вот еще Такой здоровый Тюбик с белилами Пока Поищите Спасибо Видите Какой интересный момент Вот когда мы Что-то кладем На белое Да На белый картон То может показаться Что Слишком темный Тон Да Вот когда мы Задали уже Ситуацию Вот То Очень часто Выясняется Что они могут быть Даже и недобраны Вот И дальше Соответственно Мы Заново Перезадаем Те Тона Которые У нас Есть Мешаем Активно Обильно То есть Очень важно Не Не мешать Рубко Потому что Обычно Первое время Мы Мешаем Очень Рубко И за счет Этого Мы Не сталкиваемся С теми Оттенками Замечательными Просто потому Что мы Их не встречаем На своем пути Которые Нас Поджидают Поэтому В этом плане Можно Замесы Уподобить Купанию Вот Можно Не знаю Да Это не важно Вот И соответственно Получается так Что Когда мы Мешаем Нужно Прям Мешать От души Вот Разнообразно Вот И вот Получается Так Что Мы С вами Сейчас Должны Попасть В тон И Немножко Корректировать Себя По цвету Немножко Корректировать Себя По цвету Чуть Чуть И вот Получается Так Что Вот Так Видите Сколько Причем Работы То То есть Тут На самом деле Мазков Очень много И мест Которые Мне приходится Утрясать Очень много И вот В реальностях Человека Работающего Которого Мало Времени Вот Такие Частые Супер Маленькие Упражнения Как можно Меньше Объема Они Очень Хороши То Что Видите Можно Взять Очень Маленький Предмет Но Получить Очень Большой Опыт По Замешиванию Развивающий Нас Как Живописцев А Стратегическая Ошибка Которую Часто Делают Люди То Что Ставят Все Здоровые Натюрморты И по Сути Они Их Не Пишут Они Сначала Строят Как Нибудь Потом Разбираются С рисунком С тоном Но С цветом Они Так И не Работают Поэтому Если Большие Натюрморты То Очень Важно Писать Достаточно Обобщенно Не Доходя До Деталей Чтобы Вы Могли В Этой Стадии Покувыркаться Пожить В ней Иначе Получается Что Человек Рисуя Натюрморт Красками Он Живописный Опыт Не Приобретает Он Приобретает Опыт Рисуночатый Какой-то Может быть Культурологический Еще Какой-то Но Не Приобретает Живописный Опыт Вот Поэтому Когда Выходишь На Пленеры Там Та же Самая Ситуация Очень Похожая Нужно Как Можно Проще Ставить Задачки То Нужно Научиться Видеть Красоту В Простом Очень Часто Мы Когда Выходим На Пленеры Мы Берем Большой Объем И Тогда Нужно Если Берешь Большой Объем То Надо Видеть Очень Сильно Расфокусировано Очень Обобщенно Чтобы Опять Таки Колоритом Позаниматься А что Такой Колорит Это Некий Оттенок Красивый Который Через Все Проникает Поскольку У нас Здесь Работа Делится Ровно Напополам Нам Конечно Сложно Здесь Такой У нас Колорит Если Зеленое Уберем Мы Сможем Сказать Что Он Такой Розова Золотистый Если Мы Фиолетовую В целом Теплый Несмотря На Наличие Холодных Оттенков Вот Здесь Видите У нас Здесь Ситуация Теплая У нас Вот Таких Золотистых Оттенков Везде Довольно Много Это При том Что Конечно Эта Тряпка У нас Пока Не Попадает По Цвету Поэтому Мы Можем Ее Немножко Похолодить Но Опять же Вопрос Тоже Насколько Потому Что Если Мы Сильно Захолодим То Начнет Разваливаться Вот Так Вот Получается Что Нам Очень Важно Вначале Эти Качества Нам Поставить И Поэтому Если Такие Упражнения Делать Даже Довольно Долго Просто Меняя Предметы Чтоб Не Было Скучно То Польза Будет Велика И Вот Видите Как Мы Ставим Такой Предмет То Мы Ставим Так Чтоб Был Ярко Выражен Свет И Тень Чтоб Мы Соответственно Могли Эти Вещи Передать Вот Кстати Видите Что Даже Довольно Толстой Кистью Можно Довольно Тоненькие Вещи Делать В принципе Если Касаться Не сильно А уголочком Немножко Можно Какие-то Полутаны Сюда Дать Вот Ну Там Внизу Оно Краснеет Да Поэтому Можно Чуть Покраснее Сделать Книзу Да Но Мы Понимаем Что Нам Красный Будет Светлить Поэтому Нам Надо Его Затемнить Какой-нибудь Темной Бурдой А Потом Найти Вот Степень Да Степень То Мы Аккуратненько Пробуем И Воображаем Себе Вот Если Ты Это Закрасишь Целиком Хорошо Будет Или Не Очень Блики Всякие Да То есть Блики Но С одной Стороны Говорят Надо Блики Делать В конце Но Возникает Какой Момент Ведь Многие Детали Они Являются Очень Яркими И Они Очень Ярко Бросаются В глаза Если Нам Первое Время Нужно Взять Впечатление То Часто Их Надо Даже На Таких Этюдных Стадиях В конце Или Не в конце Но В общем Надо Их делать Потому что Они Иначе Не дают Нам Сравнить Но Что Касается Бликов Очень Важно Осознать Что Все Таки Они Не Белые Все Блики Чаще Теплые То Хочется Блик Поставить Ага Берем Белую А дальше Уже Смотреть То есть Понятно Что Тебе Нужно Его Поярче То есть Побелее Если Делаешь Чисто Белый Получается Неживое Значит Надо Понять Где Там Где Там Реально Побелее Потому что Обычно Не весь Блик Яркий А только Его Как бы Центральная Часть Вот И В принципе Этюды Могут Быть Даже На Более Ранней Стадии Заканчиваться Если Есть Время Ну И По цвету Немножко Можно Вообще Цвет Весь Поменять Понять Что Он Не Совсем Похож Вот Это Зависит От Того Сколько У вас Времени Свободного Но Вот Почему Всегда Важны Именно Короткие То есть Лучше Сейчас Подвигать На Короткие Учитывая Опять Что Мы Чаще Всего Люди Уже Работающие Взрослые То есть Мало Времени Получается Так Что Такие Супер Короткие Этюды Это Те Которые Ты Скорее Всего Хотя Будь Делать Более Того Они Не Надоедают Потому Что Если Это Нотюрморт То Обычно К середине Работы Мы Имеем Несчастного Человека Который Ждет Когда Ему Разрешат Бросить Недоделанную Работу Потому Что Она Ему Задолбала Тоже Такой Монент Поэтому Получается Так Что Короткие В этом Плане Хороши И Размер Небольшой Хороший Удобен Для Наших Целей Ну Вот Примерно Так Соответственно Чем Чаще Такие Упражнения Делать В идеале Каждый День Раз Два День То Тем Быстрее Будет Как раз Продвижение Желописи Вот Спасибо Вам За Внимание Хороших Вам Рисунков Всего Доброго До Продвижение Продвижение Продолжение следует...